Кассета седьмая 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 В первых числах сентября 1848 года отец Протеерей Е увидел во сне знакомого ему умершего священника Посельского, который сказал ему, напиши твоей знакомой графине Ане Алексеевне Орловой Чесменской, чтобы она приготовилась к смерти. Но Протеерей не поверил сну и не писал графине Спустя неделю опять приснился ему тот же священник и повторил ему то же самое Но Протеерей на этот раз не решился писать Наконец умерший еще раз приснился, сделал ему выговор за неисполнение и прибавил Если ты пропустишь хотя одну почту и не напишешь ей, то твое известие уже не застанет ее в живых И Бог взыщет с тебя Протеерей проснулся, подумал, опять заснул, и вот новый сон Он как будто на кладбище в том краю, где жила графиня, а графиня в толпе народа просит у какого-то старичка денег Но тот отказал, а Протеерей дал ей столько денег, сколько было нужно И после того увидел на том же кладбище небольшую комнату графини Пробудившись от сна он всряду же написал графине письмо и советовал ей каждый час быть готовой к смерти Она показала это письмо своему духовнику и в тот же день исповедалась, а на другой день приобщилась к святых тайн И вскоре после приобщения в тот же день внезапно скончалась В книге Желиховской под заглавием «Необъяснимое или необъясненное» мы находим следующий очень интересный рассказ Весной 1867 года я ездил в Петербург, чтобы привезти сестру Лизу, кончившую курс в институте Разумеется, я не применула заехать и в вечно милый мне Псков Где, несмотря на всю пережитую в разлуке жизнь, и теперь еще найдутся у меня друзья Тогда же их было еще много Самыми дорогими из всех я считала семью П, состоявшую из четырех сестер Что это были за милые, умные, образованные и приветливые женщины? Я, как и многие другие, не знал лучшего удовольствия, как бывать в их деревне В Щеглецах, верстах 25 от Пскова, при устье реки Великой Какое прекрасное место! Что за виды с широкой террасы и сада, сбегающего по крутизне к реке на Псковское озеро По которому плавно идут пароходы, скользят парусные лодки Их светлый, уютный, просторный дом всегда гостеприимно вмещал в себе много друзей и посетителей Он был в этом сходен с сердцами своих владелец, умевших вместить в себе много честных чувств И много горячих привязанностей Как искренно я была печалена, узнав, что старшая сестра Анна Петровна недавно умерла Как-то странно было представить себе Щеглицкий дом, щеглицких хозяек без нее Казалось, они должны были бы осиротев представлять из себя нечто вроде красивого здания без крыши, храма без купола Да оно так и было Несмотря на радостный привет, которым меня встретили на подъезде На веселый оживленный говор трех сестер Я точно же увидала, что на всем доме еще лежит траурная печать Гнетет долу вся из всех великое горе, скорбь, не успевшая притупиться Не прошло и десяти минут, как разговор сам с собой обратился на вечную тему Воспоминания о дорогой, незабвенной, отшедшей Не скрывая слез, милые мои старушки пустились рассказывать мне о ее последних днях на земле Потом перешли к ее жизни, вечно деятельной на пользу другим, чистой, как лазурь той реки великой, на которой она вся прошла Я и сама с ними искренне поплакала И сама готова была вспоминать и расспрашивать без конца о ее последних годах Так мы проговорили неустанно до полуночи Это был поздний час Все рано для рано встававших сестер Мы простились А мы вас и не спросили, спохватилась одна из сестер Вам не будет неприятно спать в комнате Анюты? В ней все так и осталось, как было, уютно и удобно О, нисколько, отвечала я с убеждением Что же может в этом быть для меня неприятного? Вы знаете, какими были с ней друзья? Да Но вы нам писали, помните, что у вас иногда бывали эти спиритические явления? Заметила другая сестра А разве там бывает что-нибудь подобное? Спросила я, не совсем приятно удивленная О, нет, никогда поспешили меня уверить Горничная покойная сестры говорила, что слышала там как-то стук Вот такой же, как бывало у вашей сестрицы, добросовестно прибавила Екатерина Петровна, самая младшая Но ведь вам это не в диковинку, вы не испугаетесь? Не испугаюсь Но лишь бы не так громко, чтобы помешать заснуть Сказать по правде, сестры слишком много рассчитывали на мою привычку Устала еще с дороги от слез, бессонная ночь, мне совсем не улыбалась Впрочем, две старшие сестры на перерыв начали укоряхить Екатерину Петровну В ее доверии к болтовне прислуги И уверять меня, что ничего подобного нет и быть не может в комнате, где так свято жила и столько молилась их дорогая усопшая Мы простились, но Екатерина Петровна вошла со мной, и мы еще с полчаса побеседовали с ней «Чуть что?» — сказала она мне, уходя «Пожалуйста, не церемонтись Моя комната, вы знаете, рядом Постучитесь, и мы поменяемся спальнями» Она ушла Но вскоре затем вошла в комнату старушка, горничная, давно мне знакомая «Вы не спите, Аграфена?» — сказала я «Уж поздно, идите, пожалуйста, вы мне совсем не нужны» Но к удивлению моему Аграфена объявила, что со времени смерти старой барыни Она всегда спит тут за перегородкой на диване «Если вам, сударыня, не противно, так я и теперь еще...» Я поспешила сказать, что напротив, очень рада Я в самом деле была довольна, что возле меня, засидцевая занавеской, будет находиться живое существо Итак, она улеглась Некоторое время, пока я раздевалась, мы с ней переговаривались кое о чем, вспоминая прошлое Пробил час Аграфена сладко зевнула И я умолкла Вокруг меня все вещи и мебель покойные стояли точно в том же порядке, как и при ее жизни Проведенные мной здесь с нею часы еще так были живы в моей памяти Что мне так и казалось, что вот-вот она войдет Или раздаст ее добрый веселый голос Так думала я, умываясь, расчесывая волосы, вынимая из моего Несесера некоторые вещи, без которых я не умел обходиться И, между прочим, маленькое свое заветное Евангелие, которое бывало здесь и в прежние годы Я положила его на ночной столик, на ее ночной столик Готовюсь, прежде чем лечь на ее постель, помолиться у ее киота А что, испугалась бы я, если б увидала ее Вдруг вошло мне в голову Думаю, что нет Вдруг, точно в ответ на мою мысль, в ночном столике Анны Петровны явственно раздались три резких, отчетливых удара Словно кто крепко простучал ногтем Я знала, что это значит «да, да, да» Я не испугалась, но отступила от столика, изумленная в недоумении Неужели это ее ответ? Нет, 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 нет В ту же секунду раздались сразу, с нескольких сторон, отрицательные двойные удары В ту же минуту я услыхала, как за перегородкой поднялась Аграфена Невидимые деятели будто этого только и ждали Стуки начали раздаваться по всей комнате И даже за ее стенами, вставни, в оконное стекло Везде и отовсюду Удары были не громкие, но резкие, точно, кто выбивал дробь маленькими палочками Во всех углах и на все лады Эге, это плохо, не дадут заснуть Вот еще напасть какая, что же это такое? Как бы в ответ на мои мысли раздался шепот горничный А что, разве прежде этого не бывало, спросила я Бывало как-то раз, а потом ничего не стало слышно А это что же? Совсем нехорошо Аграфена поднялась, осмотрела все стены, ощупала окна и столы, заглянула ко мне Вам, сударыня, не боязно? Боязно-то не боязно положим, да только спать нельзя Вот в том-то и дело Как же тут быть? Альф, бегать в сад, посмотреть Ишь, их как там заставни-то отколачивает, а что за диво? Диво, действительно диво Но в сад ходить незачем, ведь ничего не увидишь Может и так угомониться Давай-ка лучше помолимся, доляжем, аграфенушка, а вось заснем Но я не могла заснуть Тысячи мыслей наполняли мою голову Я стояла перед образами, облитыми тихим сиянием неугасающей лампады И думала Думала Что это? Зачем это? Кому это нужно? Кто этим руководит? Положим там, где призывают, где есть медиум Наконец, ради какой-нибудь цели, со смыслом, чтобы убедить кого-нибудь Или в чем предупредить Но так, ни с того, ни с сего Мешая спать, пугая иных, всем досаждая Зачем это допускается? И вдруг я возмутилась с духом Ведь это не она Не может быть, чтобы она такая добрая, разумная, деликатная Чтобы она сама или с ее согласия Нет-нет Но если не она Если она не знает, что творится в этом месте Где она провела всю свою земную жизнь Я хочу, чтобы она услышала, увидала Чтобы ее волей прекратился этот шум Я встала, одушевленная необычайным приливом воли И начала усердно молиться Я была уверена, что эта недостойная кутерьма Сейчас же должна будет прекратиться И она действительно начала утихать Удары становились все слабее Будто уходили вдаль и наконец замерли Я помолилась, как всегда, быть может, несколько горячей обыкновенного И снова задумалась Задумалась я глубоко, устремив пристальный взгляд на озаренные, полюбавшиеся светом иконы Совсем забыв о времени и о том, что я стою на молитве Передать моих мыслей я не умею Знаю лишь то, что все они сводились к одному Точно ли любовь переживает все Отшедшее, видит ли, понимает ли, любит ли нас живых? Я так углубилась в свои мысли, что не сразу отвлек меня от них раздававшийся за мной шорох Услыхав его, я не только не испугалась, а даже в первую минуту не обратила на него внимания Шорох послышался снова Явственней Мне показалось, что за моей спиной кто-то открывает книгу, точно шелестит листами Тогда только я опомнилась, повернулась назад от киота к кровати И увидала, что на ночном столике лежит открытая уже Евангелие В изумлении, сильно бьющимся сердцем, подошла я, взглянула в открытую страницу И первая строка, бросившаяся мне в глаза, служила прямым ответом на все думы Бог не есть Бог мертвых, но живых Прочла я Я заснула поздно в эту ночь, но спала спокойно Последней мыслью моей на сон грядущий было Вот это ее дело, это сделала она Я до сих пор так думаю и твердо в это верю В свое время случай этот был мною рассказан всем моим близким Сестры, вы узнали о нем в то же утро Раньше еще, чем я поднялась, рассказ о графе на непонятных ночных стуках Сильно смутил богобоязненных старушек Но когда я рассказал им заключительные подробности этой замечательной ночи Они немного успокоились, вполне разделив мой взгляд на все происшествие На этом месте нашего общего с читателями пути Полагаю, не лишнее будет осмотреться и привести в ясность Чего до сих пор успели мы достигнуть Читатель может быть допустит, что у нас действительно установлена теперь на достаточно твердых основаниях Возможность появления в некоторых случаях Через посредствовали колокольчиков или иным путем Разных шумов, которые мы можем логически приписать только сверхмировым Или спиритуальным причинам Но чего же, спросит он, достигаем мы этим доказательством Он вправе далее заметить, что доказательства загробной жизни должны бы по существу дела Иметь характер торжественный И внушать благоговение А не выражаться в таких пустяках и шалостях Как звон колокольчиков или ударов в стену Можно бы ответить на это одним общим соображением Между явлениями окружающей нас природы Как бы низкие иные из них не ставил человек Нет ничего мелкого и ничтожного в глазах того Кто с высоты своей державной мощи Как Бог всего, что только есть живого И неживого смотрит равным оком на все творение Падает ли с ветки подстрельная птица Или герой, сраженный в битве, испускает дух Один ли атом гибнет или с ним Кончается система Исчезает с лица воды набухший пузырек Или рушится внезапно в прах и пепел прекрасная планета Все равно Но минуя эту великую истину, спрошу вас Есть ли что-нибудь торжественное или внушающее благоговение Для обыкновенного ума напротив падения яблока с дерева Его вскормившего Ребенок видит падение и бьет в ладошки Простой крестьяне принимает его за признак Что плодовый сад начинает дозревать Но Ньютона оно наводит на след закона Управляющего движением планет И действующего в большей половине всех естественных явлений Какие встречаются в мире На вопрос, чего достигаем мы установлением таких фактов Отвечу замечаниям Соути В своей книге «Жизнь Уэсли» Говоря о подобных же беспокойствах в пастырском доме Самюэля Уэсли И о том, какую добрую цель можно предполагать в подобных явлениях Он очень основательно замечает Хорошо уже будет и то Если констатированная истинность хоть одной такой истории Как бы мелочной и бесцельной не была сама история В других отношениях Заставит порой задуматься кого-нибудь из этих несчастных скептиков Не видящих ничего за узким кругом своего земного существования И приведет его к вере в бессмертную жизнь Мы ступим еще на шаг далее Между миром, в котором мы теперь живем И тем, в которой переходим по смерти Нет верного постоянного сообщения Только по временам очень редко Обитатели одного мира замечают жителей другого Мы представляемся бессмертным, вероятно, чем-нибудь вроде привидений Так же точно, как и они нам В те минуты, когда посещают землю Но если кто когда-нибудь истинно любил И допускает будущую жизнь Для того и не может быть сомнения, что лучшие из существ Отшедших с земли и оставивших здесь своих друзей и родных Некоторое время еще ищут их близости и сочувствуют им Мы видим множество примеров тому, даже на этих страницах Что часто они горячо желают убедить нас Убедить до полной несомненности В своем продолжающемся бытии В своем благополучии, в своей неумирающей любви Примеры свидетельствуют, что они очень усиленно добивают сообщения с нами Иногда по чувству любви, иногда и по другим побуждениям Но достигают до нас только с большим трудом И эти трудности поставлены между нами и ими, конечно, не без мудрой цели Потому что если бы духовные отношения были так же просто, как мирские связи Кто же согласился бы еще жить и томиться в этом смутном и трудном мире? К ним приходит по временам желание посетить нас Но являясь из своего духовного мира, в своем духовном образе Незримым для наших глаз и безмолвным для нашего слуха Как обнаружить им перед нами свое присутствие? Как привлечь им на себя наше внимание? Что делает путник, подходящий в глухую ночь, к дверям запертого дома Если хочет проникнуть к живущим в нем Хочет заявить им о своем присутствии? Не достигает ли он своей цели стуком или звоном? Почему не допустить, что слова Писания считаются и на том свете Что они и там тоже находят в себе применение? И почему бы бессмертная любовь, тоскующая по земному, не могла следовать этим словам Христа Ищите и найдете Стучите и отворится вам Жители дома, в который просится путник, не видя никого во мраке, могут сначала его стук или звон оставлять без внимания И путник на этот раз, пожалуй, отойдет, обманувшись в ожиданиях Так это и могло бы быть в случаях, подобных рассказанному выше Во многих, пожалуй, и во всех таких случаях, какой-нибудь дух искал, быть может, сообщение с землею Роберт Дель Уэн Спорная область между двумя мирами Под заглавием телепатия Дает описание замечательного случая, по-видимому, вполне удостоверенного Он сообщает Сообщен господином Риан Дель, живущим в Молте-Лимаре Здесь мы приводим самую существенную часть письма, написанного Риан Делем Редактора Анналов, 23 мая 1894 года, спустя 7 или 8 недель после происшествия У меня был младший брат, который умер 40 лет от роду, 2 апреля этого года Он служил при телеграфии в Марселе, а также был агентом Мой брат страдал сильным малокровием и болотной лихорадкой, которую приобрел благодаря продолжительному пребыванию в колонии А однако смерть его была совершенной неожиданностью Никто не мог предполагать такого быстрого рокового исхода болезни В воскресенье 1 апреля я получил от него письмо В котором он, между прочим, говорил, что чувствует себя отлично В ночь с воскресенья на понедельник я был внезапно разбушен необычайным и сильным шумом Казалось, будто целая каменная плита с грохотом катится по паркету моей комнаты Я спал один, и двери спальни были заперты на ключ Я посмотрел на часы и на будильник, стоящий в спальне Они показывали без четверти два часа Само собой разумеется Я утром тщательно, но тщетно искал в комнате предмета, который так сильно испугал меня ночью В восемь часов утра я получил телеграмму от близкого приятеля моего брата Который занимал соседним с братом квартиру в доме номер 35 в Марселе Телеграмма извещала меня о серьезной болезни брата и требовала моего немедленного приезда к нему Когда я прибыл в Марсель, мне сказали, что брат сегодня ночью умер Без агонии, без страданий, не произнеся перед смертью ни одного слова Я осведомился о точном счастье его смерти у друга, на руках которого он умер Оказалось, что брат скончался ровно без четверти два Моя старушка-мать, слепая уже в течение 15 лет Также слышала три ночи сряду сильный шум у дверей своей спальни Но это произошло несколько ночей спустя после смерти ее сына Необходимо прибавить, что я счел нужным скрыть от нее смерть брата Она сама так слаба, что это известие убило бы ее Она и до сих пор не знает, что ее милого сына нет более в живых По возвращении моем в похорон, мать моя под влиянием слышанных ею шумов Сказала мне в присутствии моей жены В течение нескольких ночей я получала предостережение насчет здоровья твоего брата Ты должен немедленно ехать к нему, он, наверное, очень болен и от тебя это скрывают Мне удалось успокоить мать и убедить ее в неосновательности ее предчувствий Вот факты буквально так, как они произошли Вы можете, если найдете нужным, напечатать полностью мое имя и мой адрес В Данковском уезде Рязанской губернии проживала в собственном поместье помещица Муромцева Урожденная графиня Т. Живущая и по настоящее время в Данковском уезде У графини было два родных брата, оба военные и оба участники славной крымской кампании На первых же порах военных действий в Севастополе Один из братьев был или убит в начале кампании, или заболел опасно, умер в госпитале Другой брат находился постоянно в Севастополе Таинственное явление, о котором я хочу сказать, случилось в первый день Святой Пасхи И произошло при следующих обстоятельствах Госпожа Муромцева, возвратясь утром из церкви и чувствуя утомления, пожелала отдохнуть Едва она улеглась в постель, как услышала совершенно ясные и отчетливо чьи-то шаги, которые явно направлялись к ее кровати, закрытой пологом Вот кто-то остановился и вдруг открыл полог Она взглянула и остолбенела от ужаса Перед ней стоял умерший брат Который сказал ей «Христос воскресе, сестра! Поздравляю тебя с праздником! Я пришел сказать тебе, что наш брат сегодня убит в Севастополе» Сказавши эти слова, призрак такими же шагами вышел из спальни Все это длилось несколько мгновений И вот когда призрак брата скрылся, графиня, дрожа всем телом, разразилась истерическим плачем На крик и рыдание ее точно же явились ее прислугой И приняла немедленно все меры, чтобы успокоить барыню Придя в себя, графиня рассказала о случившемся с нею История эта вскоре сделалась известна всему населению города Данково и Данковского уезда И дошла до местных властей Исправником тогда в Данковском уезде был полковник Никонор Петрович Белокопытов Ныне почтеннейший старец, проживавший в отставке в городе Боровске Калужской губернии Он и его жена неоднократно рассказывали это таинственное происшествие Случившееся почти на их глазах И замечательное тем, что спустя несколько дней после описанного происшествия Графиня получила известие, что вновь под светлое Христово воскресенье В то именно самое время, когда к ней являлся призрак Второй ее брат действительно был убит во время предпринятой тогда им Вместе с другими офицерами вылазки против неприятеля В Луцке настоятельницей Шарыток Была пана Ядвига Поляновская, внучка известного Поляновского Которые вместе со Станиславом Лещинским ставили свои кандидатуры на польский престол Пана Поляновская была известной опекуншей несчастных вдов и сирот И к ней со всех сторон обращались за помощью Часто случалось, что даже среди ночи к ней прибегали, прося помощи И когда пришедший стучал в двери То прислуживающая маленькая девочка отворяла их, не спрашивая барыни Пана Поляновская занимала в монастыре две комнаты на втором этаже За несколько дней перед описываемым случаем умер капеллан Шарыток Ксенс Слезинский И вот однажды поздно вечером, когда настоятельница ходила по комнате, читая молитву А прислуга слала постель Постусяли в двери По обыкновению служанка побежала отворять Но в это же мгновение настоятельница овладела какое-то удивительное чувство Которого даже впоследствии она не умела определить Поэтому она сказала служанке Не отворяй Спроси, кто такой Служанка исполнила приказание, спросила То сейчас же из-за дверей послышался голос Ксенс Слезинский Пана Поляновская ничего не пугаясь отвечала Прошу к окну Она хорошо знала, что если это была простая мистификация То она не удастся Так как окно было на втором этаже Однако она обратила внимание на удивительный неопределенный звук голоса Это не был обыкновенный голос, какой слышится, когда мы с кем-нибудь разговариваем Но такой же, какой иногда приходится слышать в мысли Голос хорошо известных, но отсутствующих лиц Однако он слышится так ясно, как если бы мы имели говорящего перед собой И так она подошла к окну И подняла спущенную занавеску В то же мгновение в окне показался Ксенс Слезинский в той же одежде, в какой был похоронен Что вам угодно За упокойной обедни за мою душу Так идите сами к Приору Он мне не поверит, если скажу ему, что вы были у меня Сказавши это, она опустила занавеску Осмотревшись вокруг и не увидев нигде служанки Она начала искать ее и нашла под кроватью в обмороке Когда она ее оттуда вытащила и привела в чувство То спросила, что с тобой Ай, барыня, Ксенс Слезинский был в окне Панна Полиновская ничего не отвечала И стала ходить по комнате, кончая прерванную молитву Потом она совершенно спокойно легла в постель На другой день она пошла к ранней обедни И нашла у алтаря смертельно бледного Приора Который служил за упокойную обедню После обедни к настоятельнице подошел к церковнослужитель Сообщая, что Приор просит ее к себе на несколько слов Когда панна Полиновская вошла в закыстью Приор воскликнул, ломая руки Госпожа настоятельница, разве это хорошо насылать на меня покойников? А разве вы, Ксенс Приор, поверили бы мне, если бы я сказала Что у меня был Ксенс Слезинский и просил обедни? Приор ничего не отвечал, а только опустил на грудь голову Бедняга со страху заболел тифозной горячкой и едва не умер В 1853 году в городе Массачусетте Жила очень уважаемая и достаточная семья Имя которой, хотя оно и известно мне Я не уполномочен здесь открывать Говорит Роберт Оуан Пусть это будет госпожа Эл Пусть это будет госпожа Эл Пусть это будет госпожа Эл